ой всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 4 июля и как я обещала я сейчас сниму финальный видеоролик на тему как получить ранний урожай томатов вот после вчерашних видеороликов там ой много всяких комментариев и не все они такие как сказать позитивные сейчас вам прочитаю один я уже сегодня говорила ей вот людмила лук пишет но не верю что при такой холодной весне и холодного начала лета с дождями и снегом и загущенной посадки уже созрели томаты пусть в теплице вверху тепло ногам ногам томатов холодно как же они так быстро окрепли и созрели не верю большими буквами кто со мной согласен напишите она еще даже хочет собрать общество не верю не верю не верующих неверующих показывал этот ролик очень опытным и знающим садоводам огородникам и профессионалам и всем один голос утверждали что при нынешней погоде в сибири это неправда а самореклама блогера еще сказала бы что я рекламирую в наше время любой может смонтировать ролик ради денег даже при выращивании бананов в афре в арктике ну потому как этот комментарий пришел вчера я его вам читаю это ясно что видео не прошлогодние видео нынешние она это комментарий оставлен под роликом 140 томатов одной теплицы где я показывала загущенные посадки которые пользуюсь много-много лет это просто отступление есть сейчас покажу ой расскажу как же все таки я добиваюсь вот того что у меня в сибири спеют вот эти томаты у меня ни одно ни одно слово кто вот смотрит мои ролики давно ни одно слово я не говорю голословно до того как я получила этот урожай томатов я специально не делала видеоролик потому что говорить пока нет томатов говорит что я умею получать ранний урожай это глупо также глупо я думаю писать совершенно постороннему человеку который меня не знает писать что это неправда но посмотрите прошлогодние видео там тоже ранний урожай у меня не знаю но вот это вот то что я сижу вот с этими самыми томатами я вчера показывала которые как она говорит видеомонтаж вот эти золотые купола они в прошлом году рано поспели вот госпожа удача настенька все эти томаты нынче поспели я сейчас расскажу как они поспели и почему они поспели потому что вот люди дискутируют на тему верю не верю а почему-то никто не спросил почему в одной и той же теплицы в одних и тех же условиях вот несколько сортов поспели а остальные не поспели мне странно что не интересует это именно вот сама технология почему разделяются сорта на те которые рано поспели те которые не рано хотя вот эти сорта которые поспели они не скороспелки они не раннеспелые вот сейчас я все расскажу смотрите вот эту партию который для получения раннего урожая у меня все же зафиксировано я же все записываю ничего нет голословного я посеяла в лоток номер 5 29 января 4 февраля они взошли и вот с 4 февраля мы считаем если у томатов 120 дней у среднеспелых от сходов до созревания это 4 месяца считаем 5 февраля ну пусть 4 5 5 марта 5 апреля апрель 5 мая 5 июня по всем законам природы в июне они уже должны начинать зреть я не понимаю почему людей удивляет что они рано поспели они нынче поспели у меня поздно потому что были плохие неблагоприятные погодные условия да правильно она говорит я высадила в холод ногам было им холодно и они очень долго не созревали людей должно удивлять почему так поздно они у меня поспели потому что через 4 месяца вот эти вот средние спелые которые называла эти сорта они должны были поспеть в начале июня а они начали созревать в средине июня с задержкой на две недели и если подумать логически если бы человек подумал все эти видео когда я сеяла я показывала все даты я называла и это вполне естественно что томаты у меня поспели но вот интересно почему никто не заинтересовался потому что я же говорила что я садила вместе и петрушу и сибирскую тройку и вот госпожу удачу и русские колокола почему поспели русские колокола и госпожа удача но еще не поспел у меня петруша и сибирская тройка вот это более такой полезный был бы комментарий и вопрос сейчас объясню смотрите я посеял и все в один лоток но сразу когда вот начала пикировать я их разделила и половине сортов дала более благоприятные условия комфортные для того чтобы они рано поспели а второй половине нет почему не всем потому что у меня нет места все знают что я все очень много рассады продаю рассаду для продажи все и а да кстати вот людмила лук почему-то сказала что я ради денег мне тогда нужно было бы я же занимаюсь продажей рассады мне тогда надо было рекламировать свою рассаду зазывать покупателей но я этого не делаю потому что мне это не надо у меня есть свои покупатели ну и вот я их разделила и половина сортов именно русские колокола вечный зов госпожа удача я делала двойную пикировку для того чтобы они чувствовали себя более комфортно и разрослись я уже говорила что если дать томатам вот например они были маленькие я из лотка их распикировала все ну как еще раз в другой лоток более свободно но когда они выросли я вот эти сорта которые наметила для получения раннего урожая распикировала еще раз в более большую тару я показывала что одни я в 5 литровые баклуши рассадила другие вот как русские колокола были такие черные большие двухлитровые пакеты но два килограмма там объем 2 литра грунта 2 литра или 2 килограмма но не важно и вот именно те сорта которым я дала больше грунта когда они повзрослели которые которые были в большой таре они поспели в первую очередь я об этом говорила уже как было промежуточное видео когда я высаживала я вам показывала что они в более взрослом состоянии они как-то более были толстые более мощные и вот именно эти сорта у меня поспели если бы я не дала им вот этот большой объем грунта у меня сейчас не было бы спелых томатов от петруша огородник сибирская тройка которые я посеяла вместе с ними но были до конца в лотке в одном загущено выращивалась рассада они еще даже не поспели и вот этим надо интересоваться а не кричать верю не верю вот именно эти несколько сортов которым я смогла дать хорошие условия в стадии рассады взрослой они дали мне хороший урожай и я такая не одна многие так выращивают мне приходят сообщение комментарии все уже давно делают салаты давно кушают томаты и если вы например начинающий огородник и вы хотите получить ранний урожай но вы не знаете с чего начать не знаете кого слушать вот такие люди конечно они очень вредят которые пишут не верю это невозможно все возможно можно и в сибири вырастить томаты получить ранний урожай можно кушать и в июне главное начинать правильно выращивать рассаду конечно посеять пораньше в начале февраля или в первой декаде февраля не позже потом ее распикировать второй раз или делать перевалку в более свободно я вот на будущий год хочу вообще в 5 литровых ведерках какое-то количество томатов которые для раннего урожая я уже купила ведерки я буду выращивать прям в ведерках в 5 литровых конечно много кустов не вырастить в таких больших ведрах но 10 20 штук для получения раннего урожая вырастить вполне возможно это же для себя для еды можно постараться остальные потом доспеют они будут конвейером я сегодня показывала снимала видеоролик какие-то в открытом грунте у меня еще только цветут томаты вот именно было все направлено моим все усилие вот на то чтобы вот эти несколько сортов поспели очень рано и это все возможно это все реально как говорили раньше и на марсе могут яблони цвести и в сибири могут томаты поспеть в июне ну конечно в условиях теплицы на улице это невозможно и если вы начинающий не слушайте вот этих пессимистов тех людей которые говорят нет нельзя ничего не вырастет все заболеет все замерзнет все растет приложите свой труд свою любовь как говорится терпение труд все перетру да у нас были мороза да у нас был град похолодание там жара но если ухаживать за ними не бросать их и не махнуть рукой вот так не говорить а все равно ничего не вырастет они обязательно вас порадуют они обязательно отдача будет все равно вот я надеюсь рассказала вам как получать ранний урожай ну как очень просто все это никаких условий таких особых посеять пораньше дать им условия которые они хотят обязательно подсветка обязательно жирный питательный грунт обязательно большой объем грунта вот именно для получения раннего урожая и конечно высадить на месяц раньше чем в открытый грунт но там в теплицах вы видели я и ткани укрывала и полиэтиленом и даже включали обогреватель в особо холодные ночи томаты терпеливые они дождутся тепла и все равно они потом догонят свой возраст вот они же уже по возрасту должны плодоносить и они поспеют очень очень рано до свидания с вами была ольга чернова я вот так подумала почитала тех кто не верит и кто хочет вот этих создать общество неверующие фомы пусть идут лесом не могут выращивать томаты пусть собирают грибы все до свидания